Всем привет, бродяги! С вами я, Сталкер Баннерщик. Это Сталкер Онлайн на МСК сервере. Итак, сегодня 12 день моего выживания. И мы будем охотиться. Охотиться будем за корнями Аира. Ну и, конечно, за верлиоками. Почему бы нет? Все равно нам придется бегать по болотам. А на болотах их очень много. Да, планирую сначала вот здесь пробежаться. Если здесь ничего не будет, уже тогда рвану на другую точку. И буду там. Выжидать. Время от времени буду бегать. Смотреть местности, не появились ли корни. Ну, те моменты, когда я буду просто стоять, ждать около костра. Я, понятное дело, не буду снимать. Это неинтересно. Я буду снимать именно только сам процесс поиска. Рано или поздно мы корни Аира найдем. И тогда можно будет отправиться дальше. Сегодня, да, сегодня я буду выживать здесь, на болотах. Вчера были захваты. Вчера я не рискнул тут выживать. Просто отдыхал около костра. А вот сегодня, почему бы и нет. Так, ну пока ничего не вижу я. Не нужно забывать про других сталкеров, которые также бегают и ищут. То же самое Аир. Кусты корни на продажу. Если встречу таких сталкеров, то попробую просто у них купить. Почему бы и нет. Ну, а если не получится, будем, в общем, сидеть здесь до победного, пока не найдем. Так, давайте колбаски перекусим. Да, мне, конечно, еще нужно костер развести. Чтобы развести костер, нужно найти древесину. Ладно, будем надеяться, найдем. Надо перебираться на ту сторону. Да, думаю, пора. Здесь, конечно, тоже бывает Аир. Но не так часто. Я вот больше находил на другой точке. Поэтому перебираемся туда. И там уже будем искать. Ох, верлек сколько. Ну, мне они особо не нужны. Если будут попадаться по дороге, тогда будем убивать атаку. Ну, смотрите, сколько их там. Давно никто их не стрелял. Ладно, двигаем дальше. А вот сталкер, кстати, стоит. По виду копалка. Давайте спросим. А вдруг он нашел что-нибудь? Почему бы и нет? Ну, ладно, долго-то стоять я тут не буду. Если что, он мне в личку напишет. Если, конечно, есть что-то. Шансов мало встретить сталкера. С тем, чем мне нужно. Но шансы есть. Поэтому его нужно использовать. Все-таки это выживание. Нужно использовать по максимуму. Все возможности. А кто-то скажет. Ну, а что ты не попросил своего соклановца тебе так же купить его? Принести? Ну, так как я попросил принести только действительно нужные вещи, которые в зоне найти очень сложно. А тот же самый Аир я найти могу. Поэтому ищем. Так, ладно. Вот это местность, где может нам быть как раз Аир. Надо пробежать его. Тут и артефакты, кстати, могут быть. Можно один контейнер забить. У меня как раз 5 мест осталось под артефакты. Можно. Время появления Аира. Время появления там и когда, во сколько. В общем, я не знаю ничего. Время от времени находил, когда пробегал здесь. Но вот когда точно появляется, через сколько времени, этого я не знаю. Может быть, заодно как раз это я и выясню. Было бы очень неплохо. Но пока, как мы видим, пусто. ничего нет. Так, а у меня тут точек нету. Нигде не отмечено. Курень Аира. Аир. Вот, у меня даже тут отмечено, что я находил здесь. Ну да. Ну их издалека видно, в принципе. Ну, раз уж на то пошло, давайте на эту сторону тоже забежим. Да, здесь тоже может появиться. Так, детекторы я выключу. Конечно, зеленки. Ну, если артефакт будет, мы его увидим. Так, ну что, где-то у меня здесь отмечено, да, что я находил. Ну, пока нет. О, смотрите, резина. Да, как я и говорил, если резина будет, мы ее увидим. О, подберем. Да, всего лишь альфа, ну, продадим кому-нибудь. А может быть, сейчас еще будет. Опа, в контейнер ее. Погнали дальше. Да, детектор выключим, резину видно будет издалека. Ну, что, здесь вроде ничего нету. Давайте сделаем круг и побежим на другой костер, на точку сохранения. Возьмем ее. И в дальнейшем будем совершать и небольшие вылазки. Вот, кстати, аир болотный. По возможности, поставлю везде метки, где я буду находить, чтобы знать, где он вообще появляется. Ну, это всего лишь аир. Но знаем, что, да, он появляется не только около берега, он появляется вот рядом, может, с берегом. Может, прям по кромке воды. А может, вот около кустов. Но видно его, видно сразу. Опа, аир болотный. Смотрите, еще. Так, давайте по возможности все отметим. Так, аир болотный. Вот бы сейчас корень еще найти. Было бы неплохое начало. Но, как мы знаем, когда что-то нужно, закон подлости срабатывает, и мы ничего не находим. Но, закон подлости, хоть он и есть, а мы все равно упорнее и настойчивее. Рано или поздно найдем. Так, ну что. Я так думаю, нужно сбегать и взять точку сохранения. Да. А потом уже вернуться сюда. А на этих местах, где вырос аир, может появиться корень через некоторое время. Через какое, неизвестно. Будем проверять. Ну, тут как раз вот еще и аномалии. А тоже неплохо. Ладно, двинули отсюда. Древесинку бы найти, костер сварганить. Но что-то пока не вижу я этой древесинки. Зато впереди у нас есть кабаны, которых мы с удовольствием постреляем. Кто-то там их уже постреливает. Паучков. Ну, конечно, разделаем. Куда же без этого. Так, два ира у нас уже в кармане имеется. Все, погнали дальше. Сталкер паучков пострелял. Молодец, мне не пришлось этого делать. Так, а вот перекусить хотелось бы. Ну, вот древесину. Древесину нужно надыбать. Ладно, я знаю, где древесина. Мы сейчас пойдем в сторону Белого Братства, деревни. А там немножко пошаримся. Там должна быть древесина. Или вот тут по склону побегаем. Вот примерно как-то так. Так, ну что. Будем стоять здесь отдыхать и через некоторое время пойдем пробежимся еще по тем местам, где мы нашли Аир. Будем так вот такими небольшими вылазками бегать туда-сюда. Рано или поздно мы найдем корни. Итак, почти рассвело уже. Время 5 часов утра. Ночь уже закончилась. Сейчас и должен и дождик закончиться. И погода изменится. Ну, по крайней мере в течение 2-3 часов. Да. Я вот бегал здесь. Бегал ночью. Но в итоге ничего не нашел. Нашел всего лишь один. Один еще куст Аира. В итоге у меня три куста Аира. Корней не нашел. И так как прям действительно стало ночь темно. Я решил остаться здесь около костра и дождаться утра. Итак, это 12-й день моего выживания. Утро. Утро. Как видите, дождик закончился. О, Афродита, привет тебе. И мы можем отправляться опять искать корни. А давайте спросим. А может быть у кого-то есть? Куплю. Почему бы и нет? Ладно. Вот у этого сталкера на Гури. Афродита, не знаю, есть, нет. Ну, если есть, она напишет. Я думаю. А я рвану. Рвану туда, где вполне возможно меня корни как раз и ждут. Ну вот, дождик закончился. Время 5 часов утра, но еще пасмурно. Ладно. Часов в 7 погода опять изменится, я думаю. И будет уже не так темно. Так что, продолжим. Итак, у меня есть всего лишь 3 Аира. Ну, это обычный Аир, который мне по факту это не нужен. Я его попробую продать. А моя цель это корни. Корни Аира, которых я пока еще не нашел. Так, а что у меня стоит сайга? Надо водой залиться. Я пока стоял около костра, пережидал ночь, пил воду. Пил воду, конечно же, я грязную. Ну, а что? Грязную воду можно пить, если у тебя препарат вколот, андитоксин. У меня он вколот, поэтому я ел сырое мясо и пил грязную воду. Вот примерно как-то так. ничего в этом страшного нету. Разбогатеем на костер, скипятим. Ладно, сейчас идем за Аиром. Надеется, что мне повезет. Больше, чем вечером и что-нибудь найду. Так, ну что, вроде не видно ничего, да? А пусто. Сталкера, кто-то на верлеок охотится, кто-то так же на что-то бегает ищет. Ну что, здесь пусто, давайте перейдем на тот берег и пробежимся. Сделаем небольшой круг. Да. Сделаем небольшой кружок по всем местам пробежимся. Может быть, все-таки и повезет. О, стопэ, мне Афродита пишет. Есть две штуки, на О-10 можешь подойти или давай я прибегу, где тебе удобно. Сейчас. Ну вот он. Сталкер мне поможет. Две штуки. А мне как раз и две штуки надо. Давайте О-10. 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 А, вон туда. В итоге я возвращаюсь. Да, возвращаюсь к костру, где сидит специалист. Там мы как раз пересеклись с Афродитой. Она мне притащит два корня. Куплю. И по закону подлости, когда пойду обратно, найду корень. Ну да ладно, лишний корень не будет. Его также может продать. Не факт, что я найду здесь и неизвестно сколько я еще тут буду лазить. А пока деньги есть у меня. У меня 341 тысяча. Ну почему бы не купить? Правильно? Давайте так и сделаем. Итак, возвращаемся мы обратно. Так. Ну что, если я сейчас куплю корни, у меня в принципе все. Хватает. Мне нужна только поганка. Поганку можно найти на Везувии или на локации аэропорта. Может быть и где-то есть еще места, но я, если честно, про них не знаю. Да по-любому есть. И вот у меня есть два выбора. Или рвануть на аэропорт там полазить. Тем более мне валерьяну нужно, мох нужно. Или рвануть на Везувии там полазить поискать. Не знаю. Давайте сначала купим два корня, а там уже будем решать куда идти, куда лучше отправиться. За мной паучок бежит. Ну что, кусай меня давай. Не, не хочешь? Начал кусать. Ну что, вот здесь и подождем. О, она уже сбегала, что ли? Вот это да, так быстро. жареное мясо, ну нормально. Вот с чем покупаю я за 80к. Это нормальная цена по 40к за корень. Где-то здесь примерно. Можно, конечно, при желании за 50 продать, но это на гури. А здесь 40к нормально. Так, мясо. Мясо сырое. Забыли про сырое мясо. Теперь только жареное. Итак, у меня все есть. Да, давайте посмотрим, что мне еще нужно. Соцветия валерьяны. Это на аэропорт. Аспирин у меня есть. Вот он. Аспирин есть. Спирт есть. Крион. Есть. Поганки нет пока. Пустая бутылка. Есть. Корень аира. Две штуки. Есть. Давайте разделим. Я, конечно, в это не верю, что при разделении меньше выпадает, но пусть будет. Мокс вагнум. Вот, кстати, мох тоже еще нужно найти. Ну, в принципе, все. Актив цинка у меня есть. даже две штуки. Да, мне нужно найти поганку. И несколько трав. Я так думаю, пора отправляться в путь. Куда же отправиться? Я возьму пару минут на размышления и потом продолжим. Ну что, я подумал и решил для себя бежать в сторону пещеры бандитов, в сторону домика, где поставщик находится. он примерно по моим расчетам именно сегодня должен быть как раз около домика. Сдам ему то, что у меня есть, лапы всякие, ноги и все остальное. и потом рванул в сторону аэропорта. Ну, в итоге хочу даже еще кабанчиков пострелять. Не знаю, как получится по времени. Запастись деньгами. Все-таки я деньги-то потратил. Смотрите, у меня 261 рубль. Ну, 261 на тысячи осталось. Мне нужно опять деньги на переходы. Поэтому может быть даже поохотиться какое-то время здесь, заработать еще соточку, две. Мне, в принципе, этого хватит. А потом рвануть уже дальше, чтобы не возвращаться сюда больше. Ну, по крайней мере, ближайшее время. Да, поэтому я вот решил побегать какое-то время здесь еще стрелять кабанчиков. Мы как раз туда идем сейчас, туда, где они обитают. Может быть, даже артефакты найти какие-нибудь. Самая главная цель у меня выполнена. Аир, добыл я. да, конечно, я его не нашел, я купил, но места, в принципе, показал, где Аир обитает. Даже находил сам Аир. В итоге там можно и корни найти, просто это нужно долго, упорно искать, 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 искать. Мне повезло, я прикупил, получилось намного проще. И в итоге у меня осталось время, почему бы не поохотиться на кабанчиков. Да, так и сделаем. Погода пока не хочет изменяться, но время 6 утра еще, а ночью был дождь, тучи сейчас. будем надеяться, погода все-таки прояснится. О, впереди сколько собак. Ну что, постреляем собачек, это мясо. Мясо, хотя с другой стороны, зачем мне мясо, мне он Афродита подогнала мясо. но кроме мяса у собак все прекрасно понимают, могут быть шкуры, а шкуры это очень даже неплохо для поставщика, поэтому разделываем. берем головы, я вот не знаю, головы принимает поставщик, нет, заодно проверим. А мясо брать не буду, мне хватит того, что у меня есть, хотя можно брать, потом выкинуть ее, в принципе, без разницы, так, наверное, быстрее будет, во, шкура, а вот шкура это уже хорошо, поэтому собак, я думаю, нужно всех застрелить, сколько там их, раз, два, три, четыре. Так, шкуры нету, двигаем дальше. А вот древесина. так, что это я делаю немножко не так, нужно их просто сагрить всех, да и убить. Так же проще намного будет, чем за ними бегать. Во, другое дело. А теперь можно их и разделать. Еще одна шкура. Так, давайте древесину подберем. Сталкер, тебе чего? Подозрительно как-то покрутился вокруг меня. и пошел по своим делам. Так, ну что, две шкуры я добыл. Нормально. Так, что тут нужно выкинуть? Мясо сырое. Куда мне столько его? свинец выкинем. А все остальное оставим. Какой-то сталкер подозрительный, что он тут трется? В бинокль смотрит. так, ладно. Покидаем эту местность и идем уже туда, где кабаны у нас обитают. Для кабанов лучше сайгу приберечь. Сейчас бы еще парочку шкур кабанов добыть и было бы вообще неплохо. поставщику я успеваю, да. Он с 9 до 11, а нет, с 8, с 8 до 10 он кажется. Утро здесь отвисает. Надеюсь, я правильно посчитал, именно сегодня он будет здесь в домике. Я как раз ему сдам. сталкер. Давайте калаш на всякий случай поставим. Народ бегает здесь все-таки. Так, аномальные поля. Вот не знаю даже пробежаться по ним. Сталкер вот что-то подбирал, стоял, явно. Пробежимся с включенным детектором. Может быть, что-то я и увижу. Ну, а если не увижу, значит не судьба. А вон кабанчики бродят. Никто их не стреляет. Нормально. Мы сейчас этим займемся. так, ну давай ты иди сюда. Отлично. Три кабана. Так. шкуры нет пока. И здесь шкуры нету. Ладно, а добыли ноги, добыли клыки. Пойдет пока. Вон впереди еще кабанчики бегают. Пробежимся мимо аномалий. Ну-ка, ничего тут нету? Нет, вроде ничего. Впереди даже два кабана я вижу. Это хорошо. Детектор убираем и давайте их убьем. вот так вот. Так, ну что, и очередной кабан. О, Афродита тоже здесь. Наверное, к поставщику. Да, наверное. Да, до поставщика остался буквально один час. Мы, конечно, подождем его. И вот будем надеяться погода изменится. Вот, вроде начинает меняться, смотрите. Классно. Так, ну что, добежали. Посмотрим, сколько тут сталкеров. А если много сталкеров, значит поставщик есть. А если нет сталкеров, то, может быть, его и не будет сегодня. Может быть, он в другой точке обитает. Ладно, я так думаю, стоит часочек постоять, подождать. Ну, и в итоге мне все равно нужно сдать ему, допустим, те же самые шкуры. лапы. Ну, так по мелочи. Клыки, смотрите, волосы, ноги. Да, я знаю, что он не принимает, а хитин верлек. я его выкину, куда мне с ним бегать. Знаю, что мясо не принимает, свинец выкинем. Так, ладно, давайте сразу скинем вниз то, что можно продать ему. Так, шкуры, вот голос собака, не знаю, берет он, не берет. Лапы. Хитин, конечно, не продается, но мы тоже его вниз скинем. Так, что еще, клыки, ноги, немножко денежек заработаем, а что? Ладно, в итоге стоим, ждем, и пока у нас действует антитоксин, можно сырое мясо съесть. без разницы, какое мясо есть сейчас, когда я стою около костра, я подлечусь. Ну, а вода пока у меня грязная. Вот. Как мне стало фигово от воды. Но это не проблема, а я сейчас скрафчу себе костер, где он тут у нас, да, и пойду скрипичу ту же самую воду и пожарю вот куски мяса, которые у меня остались. Давайте где-нибудь здесь недалеко разведем костерок на ровной поверхности. Ну, где же эта ровная поверхность? Вот. Так, кабанов вроде не видно в окрестностях. Нет, а пусто. Так, воду, воду сначала. Надоело мне грязную воду пить, нужно ее очистить. Ну, и, конечно же, немножко мяса. Итак, пусть жарится. Осталось буквально 20 минут, каких-то 20-30, и поставщик, если появится, то будет хорошо. Если нет, можно подождать до следующего дня, когда он появится. А можно двинуть на другую точку. Все равно я планировал идти в сторону аэропорта. Да, а почему бы и нет? где мой там костер гаит? Приготовилось? Нет? Давайте глянем. Да, фляжка с водой готова. Не придется теперь сырую воду мне пить. Ну, и мясо уже почти тоже готово. я вижу вдалеке кабанчика. Ну-ка, давайте попробуем его достать отсюда. Да. Иди сюда. Может быть выпадет шкура. Так, время без 28 и скоро поставщик должен появиться. Нет, шкура не выпала, но попытаться стоило. Ладно, забираем мясо жареное. Можно, конечно, еще одну партию закинуть. Давайте так и сделаем. Как раз у меня 6 кусков. Выкинем свинец и дожарим мясо. пока пока я тут стою, кабанчик появился на горизонте. Решил его тоже заколбасить. Ну, чтобы за ним не бегать, пусть он прибежит ко мне сам. Как я ему удачно в бок выстрелил. О, а здесь сало. Ну вот, есть что перекусить. Так, 8-7 минут осталось до появления поставщика и можно проверить, приготовилось ли мясо. А он еще один кабанчик. Тут вообще можно не вылазить отсюда, то есть засесть и вот понемножку их так постреливать. А что, много патронов не надо. Пару патронов пистолет-пулемет приманить и один патрон, чтобы убить его. То есть можно прям нехило тут зарабатывать, если честно. Разделывать их, жарить мясо и продавать поставщику части мутанта. Итак, почти уже готово. Давайте выкинем свинец. Заберем сейчас мясо. Сталкер какой-то. Калаш поставим на всякий случай. Да, мясо почти прям готово уже. Все, мясо приготовили. Итак, 8 часов. Появился ли поставщик здесь? Может быть я ошибся в подсчетах и он будет на другой точке. Но что-то мне подсказывает, что ошибся. Да, ошибся. Сегодня поставщика здесь нет, он будет только завтра. Ну, я могу здесь подождать все это время, могу двинуться дальше. В любом случае, это будет уже в следующий раз. Всем до встречи, всем пока. Увидимся в зоне.